35 лет прошло с того дня, когда в Чернобыле произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взрыв, который прогремел на четвертом реакторе в ночь с 25 на 26 апреля, навсегда изменил судьбы многих людей. Из Люберец на ликвидацию последствий катастрофы отправились более 700 человек. Наша съемочная группа познакомилась с одним из свидетелей тех событий, Сергеем Соловьевым. – Ну, это вы ПЧ-2? – Да. – Что у вас там горит? – Взрыв внутри, на лавном корпусе, 3-й и 4-м. – А там люди есть? – Да. Где-то 10 мая после праздников нас вызвали 6 солдат. Капитан отобрал. Учили нас 3 дня на этих станциях. Нам сказали, что поедете в Чернигов качать в баллоны азот для Чернобыля. В Чернигов прилетели на вертолете. У нас форму забрали, документы, все. Переночевали мы ночь. И на вертолете у нас в Чернобыль. Вертолетную площадку там на БТРе отвезли на станцию. 19-летним парнишкой он тогда не понимал, что попал в эпицентр масштабной катастрофы. До окончания службы в армии в Винницкой области оставалось чуть больше года. Неожиданная командировка в Чернобыль навсегда осталась в памяти. Вертолеты шауряли туда. Всякий там свинец, песок. Один раз что-то он попал куда-то, вертолет. Оттуда такой оранжевый дым. Я такого цвета вообще в природе нигде не видел. Привозили партизан, запасников, которые чистили крышу. Вот. Ну, они посидят часа два, наверное, потом их, видать, уходят на работу, а обратно уже их, видать, сразу увозят. Чернобыль оставил отпечаток не только в памяти, но и на здоровье. В зоне аварии Сергей Соловьев провел семь дней и семь ночей. Кормили нас очень хорошо. С вертолетной площадки возили. Три раза в УАЗик приезжал в день. Нас спасло, что желудок всегда был полный. Радиация бьет по желудку сразу. После успешного выполнения задачи Сергея Соловьева вместе со служивцами отправили в военный госпиталь. Лишь потом молодые парни узнали, что лечились от лучевой болезни. В 90-м году во время диспансеризации у ликвидатора аварии выявили несколько хронических заболеваний. Но, несмотря на все это, закаленный жизненным опытом чернобылец продолжает трудиться и заниматься общественной деятельностью. Сейчас вот на пенсии я все равно не могу, я сидит такой, наверное, человек.